Здравствуйте всем! С вами сегодня Лидия. И, в общем-то, надо сказать, что я абсолютно не креативный человек, может быть, исходя из того, что по гороскопу я козерог, то есть знак истинно земной, приземлённый, стоящий обеими ногами на земле и признающий только реалии. Но, тем не менее, зря, конечно, моя дочь Даша позиционировала накануне о том, что я собираюсь выпустить не просто выступить как-то, о чём-то поговорить, а о цикле даже каких-то выступлений в ином аспекте, чем мы планировали с нею изначально. То есть мои криминальные истории, моя работа. Как бы, не знаю, конечно, в криминал все эти истории, моя жизнь, моя работа, она мне ближе. То есть я уж там как рыба в воде и могу рассуждать со знанием дела о всех аспектах тех или иных дел. А вот идея Дашина поговорить, например, об истории. Вот так. Ну, мы уже говорили и она, и я в своих ранечных, так сказать, выступлениях, что мы любители, ну, любители и только истории, вот, с детства ей интересовались. Ну, вопрос сейчас стал вот как. Ведь мы, ну, я-то, конечно, раньше, дочь моя позже, но тем не менее там мало что изменилось в мировосприятии и восприятие вообще как таковой истории. Почему? Потому что каноны существуют, учебники, бог знает, какого издания года. Все они отредактированы, прошли цензуру. Где-то большинство о значимых событиях просто умалчивается. Иные перевернуты с ног на голову, то есть им дана совершенно не та оценка, которой они имели в свое время быть, так сказать. Вообще-то это дело, конечно, неблагодарное. Судить о тех или иных событиях прошлых с позиции сегодняшнего положенного времени. А иначе ведь не мы можем, потому что у нас именитаритет совершенно иной. И обстоятельства, ведь все зависит от того, какова была обстановка в то или иное время. Почему были предприняты те или иные действия. Ну, а трактовать-то их можно теперь уже по-всякому. Поскольку история не терпится слагательного наклонения, просто-напросто ее нужно воспринимать так, как она есть. Но здесь очень большое «но», о чем мы с Дашей намеднее и разговаривали. Все дело в том, что мы можем, положим, как-то судить о тех или иных событиях на основе документов. И только. А где они, эти документы? Сейчас уже, в общем-то, общеизвестно, что документы зачастую с приходом нового правителя, нового правительства, новой власти и так далее, они частью уничтожаются, просто-напросто уничтожаются. Другие фальсифицируются, то есть происходит подмена, замена вот этого объекта. И каждый под себя, так сказать, любимого историю-то делает. И он, естественно, самый-самый, который пришел. Он лучше всех, он все понимает, он только во благо народа положим. Возьми хоть любого правителя-царя, императора, либо генсеки в свое время и так далее, и тому подобное. Да, в общем-то, это не только касается исторических событий. Возьмите, ну, просто вот быт наш, нашу работу. Как говорят, приходит новая метла и начинает по-новому мести. То есть, прежде всего, кадры. То есть, убирается все те, кто был предан, либо работал вместе с тем предшественником. Документы, если это возможно, тоже все это выбрасывается, заменяется и так далее, и тому подобное. То есть, это от макро и микро, так сказать, события, они, в общем-то, одним миром мазаны, будем так сказать. Что наверху, то и внизу. Это закон космоса. И вот, мы озадачились таким вопросом, к примеру. Во-первых, упомяну вот о чем. Раздумывая, так сказать, немножко о тех или иных фактах, я вспомнила книгу Бушкова. Вообще-то, я Бушкова не читаю. Это была, наверное, единственная, или, может, еще пару, когда-то давно читала, хоть и «Наша земляк», «Красноярец», и даже в Бакане, помню, то Минусинский по молодости в газетке какой-то работал. Работал, но вот его книга, под названием «Россия, которой не было», она мне привела просто вот. Нет слов, нет слов. Ну, это, в общем-то, о том, о чем я вот сейчас говорю, что то, что преподносилось нам, как непреложная истина, что это было именно так, не иначе. А он подвергает это сомнению, и, в общем-то, достаточно аргументированно, хотя это достаточно давно я уже читала. Но вот, например, я почему упомянула, потому что мы озадачились, как-то мы мило так беседуем иногда на всякой разной теме. Так вот, мы задались таким вопросом. Эй, погодите, у нас на Руси-то ведь никогда рабства не было. Мы, так сказать, всегда стояли на защите, то есть не лезьте к нам, особо-то никуда никого не завоевывали, будем так говорить. Ну и к нам, пожалуйста, не лезьте. И поэтому, значит, везде вот отпор какой-то. Никто и не покушался. Не нужны были, что ли, я уж не знаю. А вот мы озадачились вопросом, а почему на Руси терпели трехсотлетние иготаталам? Ну, татара монгольская. Боже мой, триста лет по дыгам. И почему? Ну, очевидно, нам это нравилось. Или, может быть, не до того было, потому что вот читаешь, положим, о князьях того княжества, этого княжества. Вот Московское начало, вот Калита, значит, начал объединять там и земли присоединять к Московскому, в связи с чем оно возвысилось и стало в оконцовке столицей. Вот там рядом Владимирское, Тверское княжество, вот еще там те или иные. И постоянно как бы междуусобицы. Так вот до нас дошло, что постоянно междуусобицы, постоянно они воевали. Ну, в общем-то, это война присуща человеку, видимо, изначально. И поэтому это ведь не только нам, славянам, россиянам присуще. Возьмите любую другую государственность в Европе, либо в новом свете, как мы говорим, ту же Америку, да любую, в конце-то концу. Ну, и то ли не до того было, то ли нам нравилось, что ли, вот это вот все. Особо так вот посмотришь по карте, например, ну, по тем временам, что вот остановились Орда, вот она до того еще. То есть рубежи, как бы она не переступила, вот чисто истинно славянских, там, Владимирского, Лугличского, не говоря уже о московском княжествах. А править, пожалуйста, вот бумагу тебе дали, вот грамоту, ты поехал, сам не моги, так сказать, куда-то водрузиться, покняжить в том или ином, у себя родном, не говоря уже о чем-то. «Поезжай вот к хану, к ставленнику, к этому, он тебе вот докажешь ему, что ты достойный, именно тебя вот надобно, значит, будешь там править». И вот вопрос вот этот остается без ответа. Как-то я вот раньше об этом, ну, не то, что не задумывалась, вот встала вот так, так как это, ну, как это? Ну, что было, то было, оно, видимо, было. Хотя, может быть, не столь оно и великое было, то есть, да и внимания-то особо не обращали. Ну, так заведено, не нами, как бы еще, вон, когда, да и ладно. А вот Бушков-то в своей книге России, которой не было, он вообще подвергает сомнению, а был ли мальчик, то есть, а был ли мамайта, а была ли эта орда, потому что о том количестве, о котором говорится, положим, в источниках древних, так же, миллионов, несколько было всадников, ну, то есть, они кочевники, понятное дело, они на лошадях. Так, если бы они бы со своей Монголией, откуда они поперли, так сказать, потом на Руси и дошли до Европы, где взять столько корма лошадям? Их просто, это пустыня просто, за ними пустыня, а пустыни-то и нет никакой, и не было никогда. Ну, вот, как бы так. И вот это вот подвергается сомнению. Да вот, и со шведами-то битва, и, может, напрасно, все даже Александра Евского и к лику святых, так сказать, причислили. Не такой уж он был белый и пушистый, вот высказывается мнение, и ссылки на источники какие-то древние, что Александр Евский-то очень даже был волен подставить и брата родного, и отца родного, и всех на свете добиться княжения, которое он выбрал. Ну, и ледового побоища, как бы вовсе не было, и вот такие вот данные приводят. Ну, короче, мистификация, мистификация, еще раз мистификация. И я вот, это не только касается Руси, я недавно прочитала о неком Морозове Николае, был такой в конце 19-го века, в начале 20-го, философ, поэт, ученый, причем, ну, просто нецикловидически образованный и весьма продвинутый. В дружбе был с Менделеем в свое время, и, короче, скандалист, можно сказать так. Ну, во-первых, он террорист, будем так говорить, Сызмолисов был с молодости еще, и вот тем террористам, которые, так сказать, бросили бомбу Александра II, нашего, как бы, освободителя, да, все равно он не нравился некоторым, вот, отчего он и погиб, а вот эти бомбочки, вот этот самый Морозов-то и соорудил. Ну, вот такой вот был террористов-то у нас всегда хватало, да не только у нас, боже мой, возьмите любое другое государство, не нравились это мне, и все тут, вот, потому я волен прервать твою жизнь. И я о чем хочу сказать, она в свое время скандал вызвала, он, будучи потом в оконцовке арестованный, и много лет провел в Европавловской крепости, но, тем не менее, он работал, работал, постоянно работал, он вынес оттуда из медзаключения 26 томов этой повести моей жизни, он изучил 11 языков, и так далее, и тому подобное. А скандал-то вызвал, во-первых, его труд под названием «Христос», где он подвигает сомнению и то, и это, и пятое, и десятое. А во-вторых, и не только это, а вообще древнюю историю, он очень скрупулезно изучил апокалипсис, и пришел к выводу на основе астрологических данных, то есть сопоставил планеты, кометы, и так далее, их нахождение в тот или иной момент, и пришел к выводу, что написан-то он был вовсе не в первом веке, как считалось всегда и поныне, а, по крайней мере, веке в пятом-шестом, ну, четвертом, не ранее, вот так будем говорить. И зашифрован он. Ну, как и все, Библия зашифрована, то есть пытается уже сто раз, сколько лет ее, как бы, найти код и расшифровать. А по количеству зашифрован, ну, уж мы не говорим о всяких предсказателях, и Пенестердаумусах, и прочее, толкует их, каждый в меру свою испорченность, и кто во что гораст. Вот, и вот он говорит, что подверг своему мнению существования, например, и Платона, и Аристотеля, что как бы их и вовсе не было, то есть они как бы выплыли, вот такая мистификация, в пору начала книгопечатной, вот так вот получилось. Да и вообще древнего Рима, и Египта, и всякой этой Греции и тоже в древности не было, оказывается, вот как. А появились они одномоментно, то есть не друг за другом как-то чего-то, а вот так, вот такая очередная мистификация. Но там еще масса у него таких вот скандальных, достаточно заявлений, но он их аргументировал просто-напросто вот именно астрологическими своими изысканиями, ну, против, так сказать, астрономик, как бы ни попрешь. Наверное, так будем говорить. Они вечные и, ну, по крайней мере, с позиции человечества. Ну, и я вот не могу упомянуть еще об одной мистификации, которая меня потрясла, я об этом уже говорила, когда рассказывала о любимой моей детективно-описательнице Дашкова, не Дашкова, я уж с этими ударениями-то и не знаю, по линии, когда она очень много размышляла, источник счастья, когда писала свой трехтомник, и вот писала об этой великой мистификации, то есть о ранении Ленина в свое время, в 19-м году, которая якобы совершила нападение Тафани Каплан, слепая совершенно, безумная и так далее и так подобное. Для чего это надо было, как это было сделано, великая мистификация, в общем-то. И причем она изучила массу источников, и документальных, а прежде всего и очевидцев своего рода. Все они противоречиво как-то вот сопоставить все это и сделать вот такие выводы. Ну, было, было это. Вот, как бы так. И для чего это было сделано, тоже достаточно прописано. Это вот одна... И закончить хочу вот что. Ну, тоже об этом говорила уже, но... Ну, я... Когда говорил о Бакунине и об его обещании, что он закончил свой проект, там, Пандорин и таких, и сяких, и разы таких, но... И собирается написать историю. То есть, вот так, как она есть. И вот как-то задачилась я вот на фоне вот того, что я рассказывала. О чем он будет руководствоваться? Где он будет искать источники, которые либо фальсифицированы, либо уничтожены, либо, я уж не знаю. Но тут только, наверное... Здесь, наверное, только проясновиться, быть. То есть, проникнуть в эти хроники Акаш, как назвали, или вот это поле информационное, или уж как там его, не назови, которое везде все откладывается. Не знаю, не знаю. Посмотрим, как это у него получится, когда этот труд у него выйдет, насколько это удастся, опять же. Ну и на этом сегодня все. До свидания.